Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Павел Губарев 31 год возглавил первые антимайдановские протесты в Донецке. На одном из таких митингов его провозгласили народным губернатором. В политике человек не случайный. В 2006-м представлял партию социалистов в одном из городских райсоветов. Тогда же участвовал в акциях против НАТО в Феодосии. Владеет рекламным агентством, увлекается тайским боксом. Звезд политического неба Губарев никогда не хватал. Был рядовым региональным политиком. Но то, что проект под кодовым названием «Русская весна» может стать для него успешным, понял сразу. За свои 30 лет чем только Губарев не занимался. Даже работал Дедом Морозом. Перевоплотиться в лидера ополчения вчерашнему рекламщику ничего не стоило. Чтобы Дедушка Мороз пришел к вам вовремя, закажите его заранее. Лучше возьмите мобильный телефон и сделайте это прямо сейчас. Киевские записные псаки все время меня нас называют террористами. Хочу спросить, кто тут террорист? Кто террорист? Мы не ходили к ним в Киев с войной. Мы защищаем свою землю, свои семьи, своих детей. К форме и автомату Губареву долго привыкать не пришлось. Сначала он скрывал подробности своего политического прошлого, но потом все-таки признал, что действительно состоял в русском национальном единстве Баркашова. 19-летний Павел Губарев даже приезжал на сборы РНЕ. Именно в баркашовских отрядах он и прошел военную подготовку. Губарев называет себя русским националистом, но тут же подчеркивает, что речь идет не об этническом национализме, а о национализме в более широком смысле, цитирую, «духовном и всечеловеческом». Повзрослев, бывший баркашовец решил пойти по более безопасному политическому пути. Эпоха Губарева муниципального депутата связана с прогрессивной соцпартией Натальей Витренко. Друзья-партийцы, кстати, помогли ему начать рекламный бизнес. Рекламные же и пиар-технологии умело использовала жена Губарева после ареста мужа. Именно она сделала из него символ донецкого сопротивления. Друзья и товарищи, 6 апреля, площадь Ленина, 12.00. Народное ополчение Донбасса совместно с другими патриотическими организациями проводит митинг в поддержку Беркута. На данный момент они закрыты и сидят вместе с моим мужем Губарем Павлом Юрьевичем. Ровно два месяца, с 6 марта по 7 мая, Губарев провел под арестом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказывал о его судьбе мировому сообществу и называл Губарева политическим заключенным. Представители ОБСЕ посещали его в Киевском СИЗО во время голодовки. В конце концов, украинские силовики обменяли донецкого лидера на пленных, захваченных повстанцами трех бойцов Альпы. После освобождения героический образ Губарева стал меркнуть. Он не мог соперничать с москвичами, которые уже вовсю руководили процессом и согласился стать частью их свиты. И вооруженные группы, боевые единицы, но вот политического субъекта, который был бы договороспособным и мог бы гарантировать прекращение огня, перемирия и так далее, пока нет. Губарев это никто и звать его никак. И его специально украинская власть здесь показывает по телевизору много, чтобы люди здесь в Киеве увидели, что этот человек ничего не представляет. Судя по отдельным заявлениям, премьеру ДНР Александра Бородая к провинциальному Губареву он относится с легким пренебрежением. Отчасти, наверное, из-за того, что тот слишком болтлив. Именно Губарев рассказывал журналистам о том, как ополченцы получали деньги от олигарха Ахметова и намекал на разлад в рядах военного командования ДНР. Но другой россиянин Игорь Стрелков Губареву симпатизирует. Он даже взял его на работу в свое самопровозглашенное Министерство обороны. Сейчас Губарев занимает должность начальника мобилизационного управления. Как бы ни сложилась его дальнейшая карьера, многогранный талант бывшего народного губернатора еще обязательно себя где-нибудь проявит. Чтобы Дедушка Мороз пришел к вам вовремя, закажите его заранее. Лучше возьмите мобильный телефон и сделайте это прямо сейчас.